коллеги вам меня слышно здрасте пока наши организаторы настраивать я решила проверить я то подключаюсь или нет напишите видите ли вы меня а я пока отключусь но я тоже тогда решила протестировать на всякий случай уважаемые коллеги надеюсь вы меня тоже видите и слышите добрый день я правильно понимаю что я могу начинать то мне просто не слышно что наталья вы уже какое-то приветствую слово сказали начинаем напишите кто-нибудь ну видимо будем считать что я могу начинать секунду в общем начинаем коллеги я очень рада вас не видеть но слышать иметь возможность с помощью чата общаться и сегодняшняя тема это реально очень важная тема поскольку годовой отчет мы много где показываем и вкладываем много сил в его написание и чтобы эти усилия не пропали даром ну целесообразно к этому как-то отнестись взвешено и понимать для чем это делаем мы будем сегодня говорить именно про пиар функцию годового отчета как можно использовать его для продвижения ни для кого не секрет что мир очень изменился мы все это понимаем и в годовом отчете тоже не может не отражаться например из таких трендов что средняя продолжительность ожидаемая продолжительность жизни тех детей которые родились двух тысяч седьмом году вот для сша там италии франции канада посчитали их средней продолжительной жизни 104 года неожиданный момент для нашей страны никто не считал но тоже скорее всего возраст так не этично говоря дожитие он очень сильно увеличился и например в мире удивительным образом семьдесят пять процентов всего населения имеют доступ к мобильной связи вообще гаджетом к интернету ну или хотя бы к мобильной связи при том что даже чистой воде доступа может не быть но к интернету есть и это те изменения которые произошли вот за последние ну буквально там 5-10 лет это никак не может не отражаться нашей деятельности даже если мы не хотим и пытаемся закрывать на это глаза тем не менее ну это данность это мир и он меняется если мы посмотрим на пирамиду масло мы все понимаем что физиологические потребности там до базовые но вот тем не менее лайки как социальные поглаживания они занимаются в жизни современного человека гигантскую долю и когда у вас разряжается телефон например то вы очень часто начинаете нервничать и вроде бы вам даже никто и звонить не должен вот сам факт что у вас нет связи с внешним миром она вас фрустрирует вы волнуетесь нечто такое как ну как абстиненция такая да и это все как бы ваша возможность коммуницировать с миром вот в частности в разряженном телефоне проявляется как такая фрустрация и волнение если мы формально подойдем годовому отчету то есть вот такие три позиции которые эти я просто взяла в интернете загуглившие значение там годового отчета до его функции а теперь мы побольше поговорим именно про нкао и вообще как его использовать как пиар значит безусловно годовой отчет это но прям правда физически визитная карточка ваша организация и если люди неважно там доноры или благополучатели ознакомились с вашим годовым отчетом и у них возникло желание с вами продолжать сотрудничество да то есть они там прочитали нашли себя или там какие-то совместные проекты или они никогда с вами не были знакомы но теперь прочитавший ваш годовой отчет у них возникло желание с вами сотрудничать возникло некое доверие туда действительно функция годового отчета выполнена есть три простых правила представление годового отчета и на самом деле эти три правила важны воспринимая годовой отчет как приложение и как выполнение функции для пиара это краткость красочность и конкретность и сейчас я дальше объясню почему для людей из сми и сферы коммуникаций именно эти три правила особенно значимы поскольку это люди которые любят картинки и информационные и для них важно чтобы именно ну лаконичность отчета в частности да вот значит важно не перегружать отчет фактными статистическими данными и это частая ошибка потому что если мы воспринимаем годовый отчет как пиар-функцию то всю эту статистику сми не может использовать но она вызывает легкое раздражение не могут уловить там суть значит про краткость это вот очень важно хочу на этом прямо остановиться что это не обязательно должна быть краткость изложения это не значит вы должны там техничными рубленными фразами там описывать свои действия за прошедший год это может высоко художественные с эпитетами там какие-то прекрасные пространные лом кредита включены да но это должна быть именно ключевая информация и пусть это написано языком не знаю пришли на и бугина да но по крайней мере понятно что вы хотели изложить при этом то есть вот я еще раз ратую что в краткости не должно быть техничности да это может быть вы можете вы виртуоз и можете техничным языком это изложить но тем не менее это совершенно не обязательно но краткость должна быть чтобы не пришлось представителям сми или тем кто его читает расползаться и пытаться выискать что же вы там хотели найти вот это изложение должно по логичным но и соответственно кратким вот в этот даже болдом это не болдом капслоком выделила что ключевая информация мало кому интересны детали такие там которые может важны для вашей организации но именно ключевая информация ее хотят сразу видеть но и современных трендов и тенденций конечно инфографика очень помогает поскольку ну как бы с клиповым мышлением народ устал там выискивать данные в длинных фразах да если эта картинка стрелочки это часто гораздо более удачно и воспринимается ну прям скажу радостней особенно если вы пытаетесь именно пиар-функцию возложить на годовой отчет поэтому очень вам рекомендую инфографикой не пренебрегать про краткость еще скажу что ну понятно что это сестра таланта но тут главное не искусство писать это на самом деле искусство сокращать а не просто писать кратко сразу вот ну не буду тут зачитывать но понятно что поскольку многие аспекты пересекаются то есть некоторые показатели они для отдельных групп аудитории будут принципиально для других нет и поэтому важно когда вы вычленяете самое главное самое основное самое ключевое это иметь ввиду и сейчас я даже приведу еще одну цитату которая звучит так что там автор пишет письмо своему другу и пишет что потому длинным получилось что не было времени написать короче вот это мы тоже должны иметь ввиду что короче внятно излагая самую суть больше требуется времени чем написать там как писалось и для опять же пиар функции годового отчета прямо вот важные критерии ну про красочность тоже понятно да что если вам попадает в руки неважно электронные версии или бумажные скучного серого мутного годового отчета то он не вызывает никакого ликования но вот тут важно имея сейчас современные телефоны с приличными камерами народ забывает про профессиональные фотографии и снабжает свои годовые годовые отчеты любительским фотографиями с телефона но это тоже понятно там на мероприятии было не до этого на щелкали телефоном и так далее конечно наличие профессиональных фотографий поверьте мне скачкообразно улучшает ваш годовой отчет его восприятие да какое-то уважение к этим читателям и на самом деле это не так уж сложно потому что ну там зеркалки или компактные цифровые камеры тоже есть у многих нам просто не полениться не озадачиться и там попросить чтобы какой-то волонтер или кто-то пришел на ваш там стратегическую сессию которую хотите выражать годовом отчете или мероприятие там для детей или там неважно для каких-то уязвимых своих населения в общем кто мероприятие которое вы проводите здорово будет если будут профессиональные фотографии опять же многие отмахиваются говорят да ладно ерунда тут телефоном наснимал вот поверьте это не так это правда сильно отличает ну про живые фото тоже понятно что фотографии как на паспорт и в общем не украшают его а главное не создают впечатление не передают именно сути вашей деятельности все-таки в живых фотографиях можно много объяснить ну визуально чем описывая там словами допустим а для пиар функции годовой отчет это огромное значение имеет поскольку опять же если это будут сми которые будут привлекаться органы вас власти и прочее эти фотографии они часто еще и пытаются потом свои отчеты или куда-то там свои публикации использовать и там обращаются к вам вот у вас там такие фотографии пришли нам исходники да там или как давайте мы с вами теперь встретимся нам нужно это для репортажа там или как-то вот а телефонная фотография такого не вызывает вот клика значит кроме краткости красочности есть такой показатель это конкретность вот тут значит про цифры я там вначале говорила и такой был мальчик которого в голову вкладывают гигантское количество информации с помощью пальца вот значит цифры фаты конечно должны быть они подтверждают ну как бы некую легитимность вашей деятельности то что вообще вы делаете что-то но их надо тоже либо в виде инфографики представлять как-то дозировать да чтобы это не было просто скукотой и большим количеством таблиц и вообще непонятных этих цифр все время ставьте себя на место читающего особенно вы же как пиар это будете использовать да годовой отчет поэтому эти цифры должны играть выигрышно они должны очень правильно показывать вас правильной стороны то есть вот этот фокус надо заточить выигрышную сторону и дальше мы когда говорим про пиар функции годового отчета понимаем что есть разные потенциальные читатели этого годового отчета это могут быть ваши доноры как донор как организации так и частные лица это могут партнер текущие которые уже вкладывали допустим деньги или просто у вас были с ними партнерские проекты могут потенциальные партнеры и для них очень важно когда они смотрят на цифры естественно финансовые показатели им хочется понимать если они финансировали ваш проект например для не знаю пожилых людей или там охраны окружающей среды донировали какие-то деньги то как они обернулись из одного вложенного там рубля доллара получилось что может быть им целесообразно этот доллар этот рубль положить например другую организацию помочь поддержать их на и тогда может быть сам проект им менее любоприятен но зато они понимают что они накормят там больше людей там допустим за счет одного вложенного рубля будет накормлено там не знаю целой деревне там бабушки получат место работы трудоустроиться и вот это должно быть им понятно то есть вы не просто отчитываетесь в деньгах там да когда пишут про финансовые показатели не просто фактически результаты а именно как это связано как их конкретно вложение во что они вылились какие благодеяния и для доноров собственно для существующих и для потенциальных это правда очень важно вообще мы все понимаем что он конечно не отчет а это тот самый инструмент вспомнить наш годовой отчет когда мы выстраиваем отношения доверия с разных с разных аудитории вот про доноров я немножко сказал на прошлом слайде про партнеров но если благополучатели которые могут обращаться вашу организацию или вы выиграли грант и включили этих благополучателей туда и теперь хотите их благодействовать чтобы они вам доверяли годовой отчет тоже без сомнения тот инструмент с помощью которых можно сделать про сми это совершенно очевидная вещь есть другие НКО которые могут делать похожие проекты реализовывать да могут быть наоборот близко к вам но не точно такие же конечно это госорганы и разные учреждения это ваши собственные сотрудники при том и учредители и правления и там всякие наблюдательный сайт попечительский совет сайт директоров кто угодно волонтеры которые у вас работают это все те люди для которых реально годовой отчет является ну не просто там книжкой которую скучно издают каждый год а это вот правдный инструмент с помощью которой вы можете выстраивать доверие ну и соответственно те люди которые подумывают не работает ли у вас не работает ли ваша организация для них это тоже важный показатель теперь отдельно по группам значит вот важно что если вы воспринимаете и используете годовой отчет как инструмент выстраивание доверия и как пиар функцию то там еще важно писать план на будущее там это нельзя упустить вы не можете просто там раз он отчет типа отчитаться для всех и доноров и вообще партнеров важно понимать что будет дальше насколько устойчиво что вы еще планируете интересно ли это то что вы планируете здорово когда вы можете отразить стратегии особенность у вас была там страцессия какой-то план развития то есть не то что вы на будущий год планируете делать а вообще в принципе вот этот вектор куда вы вообще идете здорово опять же если вы можете отразить 6 системное финансирование то есть у вас есть некая устойчивость важно показывать пул текущих партнеров вообще все это делают с помощью логотипов да и мне кажется это хорошая практика то есть там на каком-то этапе открываешь годовой отчет и видишь логотипы разных прекрасных компаний ну круто в качестве партнеров то есть кому надо он там загуглит потому что некоторые делают ссылки на сайт этих организаций коротко про них пишут мне кажется все перегружает вот прям не надо логотип совершенно достаточно чтобы ну видеть кто вас поддерживает главное кто в вас верит кто вас верит уже ну благополучатели у нас у всех разные и тут надо понимать что у любой организации естественно есть и сильные и слабые стороны когда планируется вот эта дальнейшая работа задается некий вектор то это надо учитывать и для благополучателя это важно потому что если они партнерятся с вами и верят в вас а у вас например именно в этом направлении слабо развита там ваша деятельность да может им целесообразно но с другим он кого работать и об этом надо честно писать это только украшает ваш годовой отчет и вас как организации но есть определенные требования что для каждой группы там есть степень улучшения вы не можете там спасти всех выпускников детских учреждений да ну нам допустим они будут живы они не найдут работу там так далее но они не попадут в тюрьму допустим и не покончат жизнь самоубийством а другие наоборот там они участвовали какой-то н кого организуют сопровождаемое взросление такой есть термин в результате там они трудоустроены получили образование то есть разные степени вот этого влияния и на самом деле тоже честно когда вы не облаках там витаете не какие-то заулочные перспективы развития организации пишите а пишите реально что вот этой категории допустим благополучателя можете оказать вот такую поддержку вот и для сми но тут правда они любят живые истории потому что не всегда положительные иногда отрицательные любят и ищет их в годовых отчетах потому что если это то что называется социалка да то есть у них не заказ на разные социальные проекты то годовой отчет это прекрасный источник разных журналистских историй и поэтому если у вас есть цитаты живые когда вам отчете и от благополучателей или просто от ваших сотрудников там от членов не знаю тех же сайтов директоров и так далее это тоже безусловно помогает им цифроваться и в общем пиарить вас на самом деле ну с госорганами тоже понятно что если ваша организация есть какие-то награды там вы участвуете в конкурсе доброволец россии доброволец года там и так далее конечно их надо все выкладывать в годовой отчет это может отдельная разворот и так далее опять же для пиар функции это важно это ваша репутация особенно при работе с госорганами если вы работаете с домами престарелых или там с детскими домами со школами это госучреждение для них важно ваша репутация на этом поле тоже именно вклад организации в развитие общества ну про конкурс годовых отчетов наверное вот еще кто-нибудь расскажет я не буду на этом останавливаться это кстати тоже репутационная история и естественно если вы в этом году там получили золотой и серебряный стандарт это надо включать годовой отчет безусловно про другие НКО здесь есть перспективы развития да то есть другие НКО тоже читают ваш годовой отчет не потому что там с конкурентных соображений посмотреть что же вы делаете да это выстраивание партнерских отношений мир настолько изменился что да уже в одиночку мало кто работает все равно есть какие-то перспективы перспективы ну и синергетический эффект да когда вы вместе что-то делаете для сотрудников волонтеров кроме то ну вот этот годовой отчет и его пиар функции в том что повышает ценность организации в самих глазах то есть люди гордятся тем что они работают в этой организации и этот годовой отчет если он бумажный там они его нанесут домой и хвастаются если он в электронном виде они рассылают коллегам или там друзьям и говорят слушай круто вот мы тут с нашими вот в данный момент фотографии там мусор вы вместе собирали ну неважно там какие-нибудь еще активные эти самые истории и годовой отчет это без сомнения способ этого распространять это уверенность именно теперь я так понимаю что есть вопросы но я не смогла понять я их задаю или наша Наташа Наташа если вы меня слышите ну я задам тем более что их собственно два можете видимо в чатике отмечать а вот да мне ответили только я не поняла это да это я задаю или это да Наташа задает ну неважно в общем вот один вопрос вот второй вопрос тут собственно два вот на этом деле у меня все я готова ответить на все вопросы и рада если вам пригодится вся эта история PR функция вашего годового отчета у меня поскольку не слышно а после вебинара все тогда этот вопрос хорошо а я отвечаю на вопросы сейчас если они есть если нет то я просто отключаюсь а вот отлично так вопросов похоже нету я тогда отключаюсь большое спасибо если что там наверняка где то есть мой электронный адрес если что пишите письма буду рада ответить все пока спасибо здравствуйте еще раз коллеги я так понимаю что должна перехватить эстафету александры организаторы надеюсь мне это подтвердят коллеги из форума доноров или вы сейчас можете подключиться тоже на всякий случай давайте перекличку проведем слышите и видите ли вы меня да отлично супер ну тогда всем привет из медиа-центра благосферы меня зовут елена темичева я директор по коммуникациям и стратегическому развитию центра благосфера я надеюсь что мы с вами сегодня вот наше время используем с пользой для того чтобы опираясь на то что сказала во первой части александра телицына посмотреть на те форматы годовых отчетов которые сегодня в тренде и тренде они не случайно вот мы разберемся почему и какие преимущества есть у той или иной формы ну и соответственно возможно какие риски у нас с вами будут какие-то варианты которые всем хорошо известны а есть какие-то которые вот до нас пока не дошагали до нашего некоммерческого сектора я имею ввиду здесь в нашей стране но я думаю что приедут все быстро точно так же как и футбольные болельщики кстати поздравляю вас с победой российской сборной если вы смотрите футбол итак поехали ну прежде всего конечно нужно начать с обоснования да вот александра хорошо тоже обосновала историю про пиар функцию годового отчета и я скажу что поиск другого какого-то отличного нового формата для вашего отчета эта история не праздная это не про то что мы с вами пытаемся ну как-то оригинальничать это абсолютно тоже продиктованные нашей современной информационной реальностью и теми процессами которые происходят вокруг нас коммуникации если мы хотим быть эффективными проще говоря нам деваться с вами некуда нам с вами нужно искать вот этот самый формат годового отчета который будет для нас эффективен да сейчас прочтение текстов больших текстов все более и более трудная задача для нашего с вами современного для нашего соотечественника и не только для нашего современника я хотела сказать мы привыкли к другим формам да мы с вами пользуемся мессенджерами которые во многом изменили вообще культуру подачи информации и когда александра говорила про краткость то безусловно одним из аргументов краткости могло бы стать вот это абсолютно новое информационное общение про то что наверное стоит отметить я вот внимательно слушала александру думала что если она скажет я пропущу эту историю но нет надо отметить про термины да про термин терминологию некую специальность вот мы иногда хотим подчеркнуть свою экспертность и подчеркиваем ее за счет ну вот какое-то там использование вот этой вот специальной лексики она занимает много места порой и нуждается в объяснении и если у нас с вами такая качественная информационная подготовка наших специалистов по коммуникации в некоммерческих организациях то они обязательно используют термин его еще и объяснят все это занимает место и тяготеет к большим таким формам отчетности что не всегда эффективно не во всех случаях эффективно да в принципе мы привыкли уже воспринимать информацию не только текстовую неважно уже краткую не краткую это видео это изображение это вообще-то интерактивность как таковая мы хотим быть вовлеченными в процесс и для нас новые форматы подключения новых форматов это еще и возможность открыть для себя новые аудитории да вот ту самую пиар функцию годового отчета использовать с такой вот такой наибольшей эффективностью для каких-то ранее например может быть не охватываемых или охватываемых только частично целевых аудиторий если мы с вами говорим про те форматы которые стоит вообще в принципе рассмотреть да в принципе стоит рассмотреть каждой организации которая начинает производство своего годового отчета то конечно мы всегда смотрим на как минимум вот развилку печатный он или в электронном виде и всегда исходя из определенных условий сейчас мы о них тоже поговорим те критерии которые позволяют нам эти форматы выбирать мы начинаем от нестандартных формах печатного отчета до каких-то хороших продвинутых вариантов типа инфографики и вариантов электронных которые позволяют нам или статичную но электронную картинку или движущуюся электронную картинку ну как минимум видео производить вот это такая ну стандартная история которая по силам рассмотреть каждому но из них из этих стандартных историй безусловно вытекают и другие форматы о которых мы сегодня с вами поговорим и так вот давайте попробуем с выбором подхода разобраться что же является определяющим для выбора этих форматов как таковых ну первая и самая главная история это целевая аудитория Александра дала хорошую такую стандартную раскладку имеется ввиду раскладку стандартных аудиторий для некоммерческих организаций естественно у каждой организации будут еще и свои специфические целевые аудитории но совершенно понятно что выбирая формат мы должны учитывать предпочтение поведенческие характеристики информационные привычки определенной целевой аудитории что тот например для одной целевой аудитории вполне уместен и даже предпочтителен электронный вид отчета для другой нет для одной аудитории нужен маленький карманный формат и это нормально потому что там не знаю в каких-нибудь местах скопления молодежи или большей проходимости удобнее раздавать стикеры и открытки а в другом случае для там например вашего потенциального донора это будет неуместно понятно что целевая аудитория определяет формат во вторых как ни странно формат иногда определяет ваш ключевой донор ваш основной источник ваших финансовых средств ну или несколько основных источников что лучше конечно ваших финансовых средств мы с вами чуть позже увидим как вот такой характер донора может в формате отражаться в третьих безусловно вы должны рассчитывать на свои собственные ресурсы какой у вас бюджет для подготовки этого отчета потому что можно задумать чудесный формат ну вот например без профессиональных фотографий о которых говорил Александр вот этот формат ну никак не может быть реализован а бюджета на профессионального фотографа нет да или нет возможности привлечь в четвертых это ваши коммуникационные навыки вот здесь мы говорим не о технических навыках исполнения не про то что вы привлекаете например там дизайнера профессионального или пользуетесь существующими шаблонами например каких-то там электронных лонгридов да типа тильда нет речь идет о коммуникационных навыках ваших как человека который с этим отчетом уже с продуктом да будет работать вот если у вас в руках будет открытка например да или в ваших руках будет большая толстая брошюра вы с чем справитесь в общении с вашей целевой аудиторией предъявляет этот отчет если он будет только на сайте вам хватит ваших существующих на данный момент навыков компетенций в вашей организации чтобы распределиться им таким способом чтобы максимально эффективно дотянуться до целевых аудиторий и достигнуть эффекта который вы планируете не только кстати он может быть пиар да безусловно фандрайзинговым и и другим вот здесь могут быть разные у нас цели с вами но всегда коммуникационные навыки имеют значение ну и в пятых такая еще одна неотъемлемая составляющая это те каналы коммуникации которые тоже вам доступны которые вы готовы привлечь или использовать существующие для распространения этого отчета безусловно от этого тоже зависит какой формат вы выберете поэтому вам в принципе в идеале например может подходить какой-нибудь формат в виде инфографики а фактически вы понимаете что вы этот формат не реализуете потому что не распространите там где нужно инфографика в этом смысле кстати наиболее универсальная история но тоже бывает в случае когда уместить что-то другое ну давайте теперь будем разбираться с какими-то вот прям конкретными форматами я просто буду приводить примеры и обращать в этих примерах внимание ваше вот на те преимущества там или вопросы проблемные поля которые дает тот или иной формат ну я сразу скажу что мы сегодня с вами не будем беседовать об отчете так как толстые книги да стандартным изданным вот это стандартная форма отчета которые ну мы оставим как форму и так используемую и так максимально понятную попробуем с вами разобраться в других и так отчет в кратких формах печатных таких как например буклет или открытка буклет ну допустим возьмем вот как здесь на картинке наиболее используемым это такая раскладушка а4 который складывается в соответственно формат поменьше чем хорош буклет да он во первых отлично вкладывается в разные пакеты материалов если вы проводите другие информационные какие-то события это легкость это малая форма которая не обременит в отличие вот от такого да такой толщины отчета который которым часто нас награждают наши коллеги на разных событиях и в общем-то готовя буклет вот совершенно точно александра отмечала что чем более краткая форма тем на самом деле больше времени вам нужно потратить на то чтобы эту форму сделать достойно чтобы это был действительно эффективный вот такой годовой отчет в форме только представьте себе буклета это значит что вы должны несколько раз причесать сократить и выявить суть и с одной стороны это очень здорово потому что это сразу задает структуру а структура это всегда то что больше имеет шансов достучаться до целевой аудитории да когда вам дают сразу не вот такой и вы сами читаете и разыскиваете то что вам интересно вы сразу за того представителя целевой аудитории которому попадет этот буклет проделываете эту работу да во вторых конечно буклет он вот сам по себе краткая форма и в этом смысле привлекателен он может быть яркий он может быть с использованием инфографики в том числе или только тексты и фотографии вот тут да они должны быть качественные даже если они маленького размера вот но если мы говорим про полезность буклета как такового то вот здесь есть вопросы в зависимости от того где и при каких обстоятельствах вы его будете распространять но во многих случаях это будет вашим таким спасением можно сказать где неуместно вручать вот такой вот талмуд будет уместно вручить буклет открытки как отчеты вот самое главное что о них нужно сказать что они очень заточены на определенную целевую аудиторию вот здесь перед вами пример иностранный да такого тоже годового отчета организации которые в принципе есть такая практика что они рассылают своим частным жертвователям причем те которые не обязательно там большие крупные суммы жертвуют вот такие вот открытки или раздают на каких-то событиях и мероприятиях и эта история когда заточена вот конкретно под одну аудиторию которая делает совершает вот конкретные действия в течение этого года поддерживает пожертвов и это именно для них и вот всегда открытка как вот такой совсем краткий жанр она всегда очень четко заточена на кого-то определенного не знаю на студентов волонтеров которые к вам приходят еще на кого-то то есть если нужно открытка для допустим другой аудитории она должна уже по-другому выглядеть то есть если для жертвователя важно на что пожертвовать и что удалось этим изменить сколько это всего почувствовать себя вот в таком сообществе всех других Их, которые тоже жертвовали в течение этого года, то для другой целевой аудитории будет важно другое. Соответственно, открытка будет выглядеть по-другому. Поэтому вот такая узкая направленность. Открытка действительно удобна тоже, потому что это краткий формат. Ее не обязательно можно посылать по почте, хотя это тоже ее достоинство. Это снижает наши с вами расходы, нежели чем посылать большие талмуды. Это удобство такой использования. Очень привлекательность открытку можно сделать очень классной, графической. И человек просто будет удержать перед глазами, потому что ему приятно смотреть на это изображение. И это тоже такое постоянное напоминание. И открытка именно из-за того, что она достаточно снижает ваши расходы на изготовление и распространение, позволяет такого массового эффекта достигнуть. Ну, понятно, что для тех целевых аудиторий, для которых важна более включенность, подробность, экспертность, это не совсем правильный формат. Плакат как таковой, как способ именно передачи нашего с вами, нашей с вами деятельности за последние годы, это тоже, в общем-то, форма краткая. Причем она может быть как абсолютно такой наглядной картинной, больше создавать просто образ того, что происходило. И на этих картинках вы будете видеть, кто, собственно, какого типа люди, сторонники, волонтеры поддерживали организацию за год до каких-то цифр, доказательств того, что позволяет сделать фактически инфографика. И плакаты, они удобны вот своей такой простой наглядностью и универсальностью размещения. Плакат вы можете повесить в офисе, плакат вы можете повесить на мероприятие, украсив его этим, плакат вы можете сделать для брендирования где-то там выступая, ну, там, не знаю, свернул в трубочку, принес с собой, развернул, повесил. Это удобно, и надо сказать, что наши иностранные коллеги очень часто этим пользуются. Ну, фактически, вот если вам когда-то доводилось посещать офисы иностранных НКО, там обычно у них они висят, вот эти плакаты, такие краткие, которые как раз говорят о деятельности организации за какой-то период. И, безусловно, с помощью плаката можно добиться некой образности восприятия вашей деятельности. Вот здесь очень важна такая история, как образ, который несет этот плакат, да, что вот он основной, скорее всего, и запомнится вашей аудитории. Давайте поговорим про большие формы, нестандартные. Вот не тот просто отчет, а вот тот, который, ну, пожалуй, погружает нас совершенно в другую смысловое поле. Вот один из победителей прошлого года, конкурса годовых отчетов, это отчет фонда соединения. Вы видите, он не очень толстый, но он сделан в форме, абсолютно в формате глянца, глянцевого журнала. Вот, пожалуйста, вам журнал, там, не знаю, глянцевый, типа автобиография или типа там мужской журнал. Это вот таким образом сверстан отчет за год. Или вот отчет последний справа от вас, который не один в темноте, это уже такой, знаете, журнал по интересам, тоже сверстанный в виде журнала отчет. Ну, мне кажется, очень такая нестандартная история для печатных версий. Конечно, это привлекает, и, конечно, вы берете журнал, потому что на обложке там Евгений Миронов, или вы берете это вот как какое-то такое интересное издание, журнал, который там может вам о чем-то рассказать, да, о какой-то интересной проблеме. Если вы можете зайти на сайт фонда соединений, сами полистать, и вы посмотрите, что и материалы, которые внутри находятся под обложкой, они тоже все стилизованы абсолютно под этот глянец, под журнал. То есть там не просто рассказывается, вот там отчет финансовый, вот там количество направления деятельности, вот привлеченные средства. Нет, там это все в виде вот таких статей, да, они абсолютно стилизованы. И тут решает фонд несколько задач. С одной стороны, это интересная возможность привлечь и погрузить в свою тематику людей, которые от этого далеки, потому что это достаточно узкая специализация, это деятельность у фонда помощи слепоглухим. Таких вот людей на всю Россию пока этот фонд насчитал не так много. Вот, и понятно, что это возможность вовлечь новую аудиторию. Это эмоции, безусловно, которые вызывает вот такой жанр, это ближе к историям, мы о них тоже сейчас еще вспомним. И вот такой журнал, он дает возможность репликации вашей информации, то есть ее воспроизведение уже вне зависимости от вас, потому что на такую форму обратят внимание, например, другие, и расскажут, возможно, просто потому, что их зацепила вот такая вот интересная стилизация как таковая, да, и расскажут про вас вот таким способом сарафонного радио. Ну вот теперь как раз инфографика. С инфографикой, ну тут долго особо говорить нечего, инфографика, безусловно, жанр, который чаще и чаще все используется, в том числе и нашими с вами коллегами. Ну а что касается, например, наших иностранных коллег, так у них даже есть специальные конкурсы именно про инфографику, как отчетную инфографику деятельности некоммерческих организаций. Если вы читаете на английском, то вы можете найти сайты вот таких конкурсов, именно инфографика, годовой отчет некоммерческой организации, посмотреть. Там очень разные варианты. Ну вот как вы видите, инфографика, да, вот, наверное, одно, что только я упомяну, что почему-то считается, что инфографика – это обязательно цифровые данные. Это не так. Инфографика может быть и из текста. Другое дело, что она обязательно содержит некую вот такую очень четкую структуру, иконки, как правило, да, вот маленькие изображения, образы, которые чертят, которые проводят вас и прочерчивают такой маршрут вашего восприятия. Поэтому инфографика бывает разная. Вот я специально сюда вывела примеры как раз инфографики, когда она не цифровая. Ну, плавно переходим к онлайн-форматам. Вот этот формат, он недалеко ушел от печатного, потому что, по сути, это сверстанные презентации, которые в формате чаще всего PDF размещаются на сайтах, которые удобно распечатать. И они, с одной стороны, вроде как доступны онлайн и являются электронной версией вашего отчета. С другой стороны, это все та же структура, о которой мы сейчас с вами говорили, при наглядных формах печатной продукции. То есть что позволяет делать вот такие презентации? Это вот выстраивать такую карточность, наглядность для восприятия. И, конечно, такие презентации могут быть использованы очень разными способами. Их не просто, конечно, не только используют, размещая на своих сайтах, но ее можно распечатать и с ней же куда-то пойти. Это можно сделать как презентацию где-то на каком-то событии, на мероприятии. В этом смысле универсальный продукт. Вот вы здесь видите тоже примеры двух организаций. Это фонд Орби и фонд «Мой любимый город» из Твери. Обе тоже номинанты и призеры конкурса «Точки отчета». Вы можете посмотреть на их продукты. Да, важно еще сказать, что такая презентация только не должна быть очень длинной, конечно. Если мы идем дальше, углубляемся в возможности онлайн-форматов, то вариант, который сейчас наряду с инфографикой является самым популярным и востребованным, если мы берем годовую отчетность как таковую некоммерческих организаций по всему миру. Это мини-сайты или сайты-скроллинги. Я думаю, что вы знаете, что такое скролл. Это прокручивать, то есть мы колечко на мышке прокручиваем и двигаемся вниз по странице сайта. Это называется скроллинг. Так вот мини-сайты-скроллинги, которые не имеют какой-то очень глубокой структуры. Как правило, это максимум 2-3 клика вглубь вы можете сделать с материалов, которые представлены на стартовой странице. Вот они и являются отчетами. То есть это может делаться на поддоменном имени на сайте организации, может заводиться вообще на другом ресурсе, использоваться шаблоны, которые сейчас доступны как конструкторы сайтов. Это может быть и бесплатной версией таких шаблонов, может быть минимально платной. И это, конечно, удобно, потому что это, во-первых, доступно. Доступно для разных аудиторий в разных ситуациях общения. Вы всегда можете сказать, что вот вы можете посмотреть это там-то у нас на сайте. И в такой отсчет, как раз из-за того, что он имеет вот этих несколько уровней, все-таки, да, 2-3 уровня, вы можете заложить гораздо больше, чем в какую-то печатную краткую версию. Но за счет того, что такие сайты предполагают хотя бы минимальную навигацию со стороны пользователя в первую очередь, это позволяет вам избегнуть этого эффекта тяжелого талмуда, печатного отчета, когда вы, чтобы долистать до того, что вам нужно, вам нужно это искать, листать, носить с собой тяжелое. Здесь сразу вот что интересует эту целевую аудиторию, туда он и зайдет. И в этом смысле он может быть нацелен на гораздо большее количество целевых аудиторий сразу. Такой мини-сайт или скроллинг. Вы там можете прямо делать разделы под разные целевые аудитории, обращенные к разным целевым аудиториям. И здесь важно не переоценить функцию дизайна. Можно, конечно, задаться такой целью и сделать под себя уникальный дизайн, и какие-то картинки включить. Вот здесь на втором примере такой скроллинг от центра «Антон» тут рядом. Тоже один из призеров прошлого года, точки отсчета, когда здесь явно есть элементы такого своего уникального дизайна. Ну, а вот вы можете посмотреть на пример фонда иностранного, который совершенно не заморачивался и взял абсолютно стандартный шаблон на имеющемся открытом конструкторе сайтов типа «Тильда» и сделал свой годовой отчет. Следующая, еще более такая погружающая нас в онлайн-история, когда мы говорим с вами уже не о мини-сайте, не о скроллинге, где просто вот есть несколько возможностей кликнуть, а о таких полноценных отсчетах онлайн, которые используют разные форматы подачи материалов, когда есть даже возможность какого-то интерактива, и пользователь может не просто, нажав на кнопку, погрузиться в какое-то более детальное рассмотрение информации, но и что-то сделать, что-то произвести. Вот такие элементы интерактивности, они позволяют достигнуть прежде всего эффекта присутствия вот самого представителя целевой аудитории, который этот годовой отчет осваивает. Это могут быть просто отдельные элементы, как, например, на сайте «Подари жизни» есть возможность поиска конкретно своего пожертвования за определенный период. Вы можете по определенным параметрам, если вы жертвовали этому фонду, найти, когда было произведено пожертвование, или, например, посмотреть, сколько всего именно за этот период, и на что именно ваше пошло. Это прямо тоже такой отдельный сервис, встроенный в сайт. Ну, или вот ниже картинка – это фонд Меринда и Билла Гейтса, у которых такой онлайн-отчет, который сразу вас погружает в деятельность самой организации, вы оказываетесь фактически у руля фонда, и вы сразу, перейдя на стартовую страницу, начинаете с просмотра такого видео, и отчет, он, в принципе, выстроен вот как такая вот система коммуникации именно с вами. Вот это вы сейчас рулите туда, куда вам нужно по этому отчету. При этом дизайн крайне простой. Да, вот там есть просто встроенные видео, там есть текстовые фрагменты, без всяких дизайнерских наворотов, так скажем. Я очень вам рекомендую посмотреть этот ресурс. Ну, и следующая уже самая, наверное, на настоящий момент высокая такая ступенька формата онлайн годового отчета, когда он не просто размещен онлайн, не просто обладает некими дополнительными сервисами, которые позволяют вам интерактивно с ним взаимодействовать, но сам отчет является живым, то есть отчет, который обновляется по мере вашей деятельности. Есть вот, например, то, что здесь расположено слева на этом кадре. Это как раз отчет фонда, где цифры вживую просто вот бегут, когда делается больше, производится пожертвование, общая цифра, да, там, меняется, когда больше там мероприятий, или больше спасенных жизни, или еще больше чего-то. Вот тут вы сразу видите эти цифры. То есть это такой вот живой годовой отчет. Есть другой вариант живого годового отчета от фонда, ну, конечно, по имени Живой. Есть такой, надеюсь, вы знаете, благотворительный фонд помощи взрослым Живой. И у них отчеты вот не мгновенные, но помесячные. Каждый месяц на сайте, тем не менее, вот есть вот это живое обновление. Они сделали для себя такой, мне кажется, очень правильный шаг. Они выбрали структуру, по которой передают вот эту вот в настоящий момент актуальную информацию. Там есть Герой месяца, там есть какие-то в этой структуре главные цифры, какие-то основные показатели импакта. И вот это как раз то, что позволяет видеть, как фонд вот в данный прямо момент тоже каких успехов достигает. Вот такая вот живая отчетность, она все более и более тоже становится популярной среди некоммерческих организаций. Видео как самостоятельная единица, как отчет, который не просто встроен элементом в сайт организации или еще куда-то, который распространяется, как правило, естественно, через социальные сети. Видеоотчеты. Какое у него преимущество? Тут, безусловно, вот эта самая динамичность, к которой мы больше и больше привыкаем восприятие информации, дает нам козырь. Но и что, мне кажется, даже гораздо более важным для нас с вами, для некоммерческих организаций, это некое живое общение с человеком. Вот как наши сейчас с вами, вы меня видите в видеорежиме в ваших компьютерах. Вот точно так же, представьте, я бы включили там отрывок видеоотчета, и вам бы какой-то сотрудник фонда, кратенько, да, самые читаемые видео на YouTube две минуты в социальных сетях, по последним данным минута 20 секунд, это тот человек, который вам вживую рассказывал о том, что в его организации произошло. И это может быть отчет такой, вот просто, когда один человек просто действительно говорит, вот как здесь вот встроенные в виде от того же Билла Гейтса, как вариант их отчета, до таких сверстанных именно видеоотчетов, они немножко побольше, но тут тоже история такая, на паузу всегда можно нажать или на стоп, если для вас многовато 5 минут. Ну, отчет такой вот сверстанный с картинками, который включает и не только живых, не только запись живого голоса, интервью, картинки, ну и инфографику тоже может включать. Ну и, наверное, одна из самых таких нестандартных историй, которые, конечно, нужны не только, креативность, но и другие факторы, вот все те 5, о которых мы говорили в самом начале, и ресурсы, и коммуникативность, и так далее, это отчет в виде предмета. Когда мы с вами включаем нашу специфику, специфику деятельности организации, придумываем нечто, какой-то носитель предметный, который позволяет нам передать, что мы хотели бы сказать нашей целевой аудитории, не только передать им вот этот наш такой список достижений, да, за последний год или рассказать о себе, но и передать вот некую специфику. Вот посмотрите, например, вот эта картинка с баночкой, это, мне кажется, южноамериканский, по-моему, фонд, который, по сути, является банком еды, да, и вот тут, ну, очень много ассоциаций, они сделали банка как консервная банка, с одной стороны, с другой стороны, это банка для сбора пожертвований, то есть они, в общем-то, передавая вот ее, предлагают своим там партнерам или, может быть, даже донорам, кому они вот этот отчет передают в таком виде, потом использовать, практически использовать как для сбора пожертвований, а вот оболочка вот этой банки, вот она специально отдельно показана, да, на этой картинке, это и есть годовой отчет, это выжимка годового отчета, и та самая краткая печатная форма, которая вот опоясывает эту баночку. Ну, по-моему, очень удачная история, тут ребята выстрелили в десятку и по своей специфике, и по практичности, и по использованию и так далее. Мы можем и другие примеры вспомнить, вот картиночка во правом верхнем углу, что это такое, это очки виртуальной реальности, наверное, вы слышали про такую историю. Вроде как для нас пока кажется малодоступным инструментом, поверьте, все произойдет быстрее, чем мы ожидаем. Вспомните, как еще недавно мы пользовались не смартфонами, а еще раньше вообще пейджерами, да, а еще раньше вообще ничего подобного не было, и все это происходит очень быстро. У нас реальное цифровое ускорение за последнее время, поэтому очки виртуальной реальности, конечно, будут доступнее, все доступнее и доступнее уже наши экологические организации, первые застрельщики, Greenpeace, например, они используют, Greenpeace Россия, я имею в виду, они уже используют очки виртуальной реальности в своей деятельности и в промо, и в пиаре. И вот это вот пример как раз очков как отчета, то есть вы их надеваете, и там как раз некое вот это панорамное видео, которое же рассказывает о деятельности организации. Ну вот я здесь привела один из примеров, который широко разошелся, потому что был очень нестандартным для нашего рынка, это тот как раз самый отчет в бутылке, который звучал в описании названия нашего вебинара. Это придумала компания Heineken, который презентовал так отчет по своему устойчивому развитию. То есть это та часть, которая касается корпоративно-социальной ответственности в деятельности компании. И придумали вот такой отчет в бутылке. То есть это такая, с одной стороны, картонная упаковка, которая напоминает упаковку самого пива, а на самом деле внутри находятся бутылки, в которых вот таким образом сложенное послание, но не утопающего, а наоборот, весьма себе находящегося на гребне волны. Находящиеся на гребне волны компании. Ну и еще одна картинка. Это арт-объект, который отражает не только количество, но и суть проведенных данной компании. Это, по-моему, банк в данном случае. События, мероприятия. Это про то, как можно отчет визуализировать и сделать его неким арт-объектом, если это необходимо для ваших событий и мероприятий. Вот каждая из таких стоящих с табличкой, она о каком-то конкретном мероприятии рассказывает. Понятно, что тут видно, что их много, что они взаимосвязаны, что они развиваются, и можно прочесть, какие. В общем, несколько функций выполняет такая история. Предметность – это, конечно, уже такая вещь, которая далеко не всем доступна в силу разных причин некоммерческим организациям. Ну, почему бы однажды я об этом тоже не задуматься, если это уместно. Ну, и в заключении я скажу о дополняющих, поддерживающих форматах ваших годовых отчетов, как таковых, потому что это тоже форма отчета. Как ни странно, это тоже форма отчета, а не просто какое-то там отдельное мероприятие. Например, некоторые западные некоммерческие организации устраивают, выпуская свой годовой отчет, серии живых интервью записывают вот с разными участниками процесса. И что значит живых интервью? Это обычно происходит в прямом интернет-эфире. Вот они выпустили отчет, и о нем вот кто-то там беседует. Или позволяют со своими заинтересованными сторонами организовать конференц-кол. Ну, например, они там общаются, не знаю, там, допустим, с вузами, и там они готовы организовать конференц-кол с педагогами, чтобы вот рассказать, да, такой тоже, главное, чтобы он был кратким и организованным, вот этот самый отчет. Это могут, в принципе, в разных форматах встречи с целевыми аудиториями. Это, безусловно, дискуссии с заинтересованными сторонами, как в таких больших отчетах, в больших отчетных формах. Результаты таких дискуссий могут даже входить частично в сами финальные продукты, годовые отчеты следующие. Например, там могут быть цитаты, отзывы людей, которые с вами работали в течение этого года, записаны вот именно на таких дискуссиях, потом они войдут в отчет, например, в онлайн. И, безусловно, отчет стоит презентовать, другое дело как. Это не обязательно очная презентация и какое-то место, куда все приходят, как на пресс-конференцию. Презентация может быть совершенно в разных видах. Это может быть и серия постов в социальной сети по-другому, но это уже мы с вами немножко в другую тему, да, заходим на территорию пиар. Вплоть до отчетных перформансов, как здесь написано. Ну и в заключении, совсем уже в заключении, я хотела бы подчеркнуть, что вот то первое обстоятельство, которое нам нужно принимать в расчет при выборе формата, это, безусловно, целевая аудитория. И понятно, что очень редко, ну, сейчас в современном мире практически никогда в организации не бывает одной целевой аудитории. Вы всегда обращаетесь с этим вот отчетом к разным целевым аудиториям. А это значит, что, скорее всего, ваш отчет должен существовать в разных форматах. И это зависит именно от ваших целевых аудиторий. Вам на каких-то там событиях, например, это может висеть в качестве плаката, а существовать в постоянном, в большом виде, в качестве, например, онлайн какого-то продукта и так далее. То есть тем эффективнее будет ваш годовой отчет как продукт, тем больше форматов, больше, чем один, как минимум, будет существовать. Но причем этот больше, чем один, мы не обязательно говорим о том, что он должен быть, например, печатный и онлайн. Обязательно. Совершенно нет. Вы, может быть, так выстраиваете свое общение заинтересованным со сторонами, что это только онлайн. И там два формата, там презентация и скроллинг. Или только печатный. Но в любом случае это больше, чем один формат. Вот я предлагаю вам с этим чудесным знанием попробовать задуматься о ваших отчетах и желаю вам успехов в освоении этих форматов, а главное креативности и такой вот открытости к этим новым абсолютно для кого-то информационным стандартам. Вот я вижу, что вроде бы как вопросов письменных, по крайней мере, нет. Вопросы в заключении у меня тоже есть, они у организаторов, которые, я так понимаю, вам чуть позже их зададут. Тогда всем большое спасибо, доброго завершения рабочего дня и до новых встреч!